Я рад вас приветствовать. У нас с вами традиционный вебинар. Каждый месяц мы подводим, на этом вебинаре мы подводим итоги месяца. Сегодня мы с вами будем подводить итоги ноября. И по традиции мы поговорим о том, что у нас было в ноябре, каких-то важных и заметных событиях в жизни компании. Также мы с вами говорим о том, что нас ждет дальше, какие у нас планы. Мы об этом тоже говорим. И обязательно мы в конце поздравляем самых активных партнеров, которые создали самые большие результаты в предыдущем месяце. Мы с вами отметим чемпионов ноября. Это будет в конце. А сейчас, знаете, поговорим о том, что у нас было самое заметное. Начнем с того, что в ноябре мы с вами преодолели планку в 30 миллионов скачиваний. Значит, и сейчас эта цифра, она очень активно растет. Ну, то есть, если посмотреть рост, динамику роста, то рост, скажем, с каждым месяцем все больше и больше у нас подключений, все больше и больше скачиваний. И я на прошлом вебинаре говорил, на прошлых итогах о том, что было бы хорошо нам в следующий год, 2023, закончить на отметке 50 миллионов. Я думаю, что вот с этой скоростью, с этой динамикой, которая у нас есть сейчас, плюс с тем, что мы сейчас планируем различные коллаборации с крупными игроками, к нам заходит очень крупный клиент. Я думаю, что это можно с вами без проблем сделать. Это не какая-то такая большая задача в районе подвига. Это нормальная, обычная история, то, что мы, в принципе, не знаю, там, ничего не создавая такое сверхусилия, можем с вами в следующем году подобраться к цифре 50 миллионов. 50 миллионов – это уже очень большая цифра. И если учесть, что мы с вами работаем, ну, в основном на рынке СНГ, а рынок СНГ – это порядка 20 миллионов, чуть меньше 20 миллионов человек, то вот из этих 200 миллионов, из этих 200 миллионов – 50 миллионов скачиваний. То есть это, по сути, четверть всего населения. Если взять активное, экономически активное население, то это, ну, практически половина. И мы с вами к концу прошлого года можем, в принципе, подойти вот к такой красивой фразе, что в каждом втором телефоне в СНГ стоит наше приложение UDS. Вообще, я сейчас постоянно встречаю, значит, приложение. Например, вот у меня было, я летел в самолете, и рядом со мной летела женщина. Мы приземлились в международный рейс в другой стране. Она говорит, я не могу подключить интернет, вы могли бы мне помочь. Она берет свой телефон, открывает экран, и там на первом экране наше приложение UDS. Вот. То есть, или, например, у меня была встреча, и мы общаемся с человеком, он говорит, чем вы занимаетесь? Я говорю, значит, мы разработчики платформы UDS. Вот. Он говорит, у меня есть бизнес, значит, в Севастополе. Он говорит, и у меня там, значит, стоит тоже на одном из бизнесов ваша программа. Значит, вот все больше и больше сейчас людей, с кем я знакомлюсь, встречаюсь. Все больше и больше людей, у них уже стоит наше приложение. Вот. Вот. И это все интересно, на самом деле, за этим интересно наблюдать. И в следующий год, еще раз, имея такие темпы, мы с вами можем вот к этой цифре подобраться, 50 миллионов. Я думаю, очень вообще без проблем, спокойно. Затем, в этом месяце, в ноябре, мы преодолели отметку 6 тысяч клиентов. То есть, ну, знаете, да, вот эта вот планка 6 тысяч клиентов, она, знаете, была как линия сопротивления в графике, в торговле. То есть, это вот планка, которой мы постоянно, то есть, подходим, отходим, подходим, 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 отходим. Мы никак не могли пробить вот эту отметку. Вот. В этом месяце, в ноябре, мы ее прям пробили очень хорошо и ушли выше 6 тысяч клиентов. Это тоже очень хорошая положительная динамика. Вот. И более того, знаете, мы вот, когда мы считаем нашу клиентскую базу 6 тысяч, мы берем 6 тысяч клиентов, ну, или там 6 тысяч компаний или 6 тысяч брендов. И мы один из немногих сервисов, который клиентскую базу считает таким образом. Потому что в основном все клиентскую базу считают по количеству точек продаж. Например, есть сервисы, которые, у них, например, там 2 клиента и у них по 100 филиалов. Они не считают, что у них 2 клиента, они считают, что у них там 200 клиентов. То есть, они считают каждую точку продаж. Вот. У нас, например, есть очень много клиентов, у которых 100 и более филиалов. Вот. Мы их не считаем, как, там, я не знаю, например, гламар. То есть, мы не считаем его как большое количество. Мы считаем как одного клиента. Но если мы с вами посчитаем точек продаж, то это будет цифра в 3-4 раза больше. Потому что в среднем у нас среднее количество по компании – это 3 филиала. То есть, у компании в среднем 3 филиала. Если мы возьмем там 6 тысяч, умножим на 3, 3,5, где-то вот 3-4 филиала, то это будет порядка 20 тысяч клиентов у нас на сегодняшний день. Клиентская. Ну, если считать точки продаж. В общем, интересная задача. А задачимся я, наверное, на следующем вебинаре вам об этом расскажу. Хорошо. Так, идем дальше. Что у нас еще было заметное? Значит, вот у нас пришла новость из Кыргызстана. У нас, значит, там была номинация «Бизнес года» International. И мы выиграли, заняли первое место в этой номинации. Лучший бизнес, то есть International, международный бизнес на территории Кыргызстана. Вообще, хочу сказать, что это полностью заслуга команды Кыргызстана. Я это отмечаю здесь. Хочу знать, чтобы вы все знали, какие у нас хорошие ребята работают на рынке Кыргызстана. И, значит, это было... Я знаю, что многие из вас, наверное, тоже голосовали. И мы опубликовали в каналах голосование. И первые три места, то есть, например, у нас первое место, мы соревновались с одним из самых крупных сервисов доставки еды. И не только еды, а вообще продуктов и фарма на рынке Кыргызстана. То есть, это как в России Delivery или как Яндекс. И это было второе место. И третье место – это Дода Пицца. Дода Пицца, то есть Дода, которая работает на рынке Кыргызстана. Вот такие вот у нас были, скажем так, партнеры в этом соревновании. И мы заняли первое место. Еще раз, это все благодаря нашим партнерам из Кыргызстана. Там очень сильная команда, которая занимается очень хорошо продуктом, очень хорошо внедрением. Оттуда очень приходят хорошие кейсы из Кыргызстана. Вот, поэтому я вот это здесь говорю. Хочу, чтобы вы знали, какие у нас классные ребята работают. Еще раз, в Кыргызстане. Вот я говорю то, что 50 миллионов по СНГ в основном мы работаем. Вот такое вот у нас очень хорошее присутствие в странах СНГ. Так, идем дальше. Что еще, о чем еще нужно сказать? Да, вот еще. Значит, напомню, это напоминание. Вы и так об этом знаете. Но еще раз напомню, что ББС у нас работает до 31 декабря. Забрать бонус быстрого старта. Не забрать, а запустить счетчик бонуса быстрого старта. Еще раз, у нас сегодня с вами 7 декабря. 31 декабря, ровно в полночь, счетчики выключаются. То есть, если, например, то есть самая последняя возможность запустить счетчик 31 декабря и еще весь январь работать на то, чтобы забрать бонус быстрого старта. 1 января счетчики уже запускаться не будут. Поэтому вот сейчас у нас вот этот месяц, еще декабрь, для того, чтобы поработать на то, чтобы забрать вот этот бонус быстрого старта. Еще раз, с 31 декабря, до 31 декабря мы можем включить счетчик. И получается, что 31, если вы 31 декабря запускаете счетчик, то он работает еще ровно 30 дней. И там до 30 января у вас еще есть возможность весь месяц поработать для того, чтобы этот бонус забрать. Значит, бонус быстрого старта у нас уходит в прошлое. Мы меняемся, обновляемся, и на его смену придет новый бонус. Уже есть понимание, что это будет за бонус. Уже есть, скажем, его очертания. Его нужно сейчас конкретизировать, детали определенные внести. И мы этот бонус представим на итогах года, который у нас будет 11-12 февраля. То есть, получается, до 30 января у нас еще будут работать последние счетчики. Они заканчиваются, и потом буквально там недели-две, и мы с вами встречаемся на итогах и будем говорить про новый бонус. Новый бонус, его задача будет, он будет направлен на увеличение количества новых партнеров. То есть, он будет поощрять работу по присоединению новых партнеров, по работе в первую линию. Вот, значит, более подробно мы о нем поговорим уже на итогах. То есть, не то, что поговорим на итогах, мы будем его запускать. Скорее всего, он будет запущен уже с 1 февраля, и 11-12 мы вам его представим. Так, идем дальше. Так, что у нас еще? Событийная линейка. Давайте поговорим о тех событиях, которые нас с вами ждут. Вот, самое ближайшее событие, это 10 декабря, сегодня еще раз 7 декабря, 10, это уже в эту субботу у нас будет онлайн-практикум. Это большая, большая онлайн-школа, и на нее приглашаются все партнеры в статусе от менеджера и выше, те, которые закрыли этот статус новый в этом спринте, или те, которые подтвердили в этом спринте этот статус. У нас вся информация есть в канале тоже на нашем, значит, там все есть условия, можете зайти и прочитать. Это то, что это еще, это инструмент для развития вашего бизнеса, для обучения. Там вы можете встретиться с самыми-самыми активными нашими партнерами. То есть эта школа будет проходить онлайн и там будут в группах, то есть самые активные наши партнеры будут делиться своим опытом. Причем не теоретики, а практики. Идем дальше. У нас очень много сейчас проходит форумов в регионах, тоже сюда обратите внимание. Причем практически каждую неделю на форумы вылетает кто-то у нас из администрации, директор по развитию. У нас постоянно ездит директор по развитию продукта, тоже ездит. И практически каждую неделю на каком-то форуме кто-то у нас есть из администрации. Хорошо. Форумы в регионах, тоже вся информация в нашем канале. Дальше идем. По событиям, по событий на линейке. Самое главное сейчас событие, на которое мы с вами должны быть сфокусированы, это итоги года. Которая еще раз состоится 11-12 февраля. Это самое главное мероприятие в году, которое мы проводим. Много проводим мероприятий, но самое главное это итоги года. Мы подведем итоги 2022 года. 2022 год у нас был очень насыщенный на события, на разные победы. И нам есть чем похвалиться и подвести очень хорошие итоги успешного года. 11-12 февраля. Это будет в Вегас, Сити Холл в Москве. Это у нас выходные, суббота, воскресенье. У нас обычно последние годы было воскресенье и понедельник. Вот в этом году у нас будет суббота, воскресенье. Два дня мероприятия. Значит, по самому мероприятию тоже. Так вот, что еще нужно сказать. Да, немножко о мероприятиях. Значит, смотрите, на 11-12 февраля. Чем примечательно это мероприятие будет для нас? Тем, что мы в этом году, в 2023 году, мы будем запускать новую генерацию продукта. Так сложилось исторически и традиционно, что мы каждые два года запускаем новую генерацию. То есть, у нас в 2015 году вышла первая версия, в 2017-м вторая, в 2019-м третья, в 2021-м четвертая. И, соответственно, в 2023 году у нас выходит UDS 5.0. Значит, UDS 5.0 – это генерация, вообще-то новая парадигма, новый взгляд на продукт и новая стратегия его развития, то есть, новое направление его развития. Мы будем об этой философии продукта рассказывать 11 февраля, на итогов года. Я немножко вперед скажу то, что мы с вами сейчас активно начинаем работать с таким понятием, как реклама, ну, или продвижение, да, внутри приложения. Так как у нас с вами становится очень много пользователей внутри приложения, активность пользователей внутри приложения. Соответственно, логично возникает, что наши клиенты просят от нас, чтобы мы их каким-то образом продвигали, чтобы они получали трафик, входящий трафик еще с платформы UDS. И вот эта история с рекламой, она будет развиваться, потому что, еще раз, количество скачиваний растет. Мы с вами в следующем году хотим подобраться к отметке 50 миллионов, вот. И это очень-очень большие возможности по продвижению внутри платформы, по рекламе. Более того, это не просто реклама, а это уже как новая парадигма, то есть, UDS становится, по сути, маркетологом для вас, в вашем бизнесе. Мы сейчас очень много работаем над тем, чтобы продукт становился, чтобы он работал, то есть, его работа была, чтобы он работал самостоятельно, чтобы очень много действий он отрабатывал сам, чтобы предприниматель был минимум увлечен в работу самого сервиса. И вот об этом мы будем говорить. Вот это новое видение, это новая, скажем так, дорожная карта, куда мы с вами будем работать, мы в компании будем работать на развитие продукта в ближайшие два года. Очень важно быть на мероприятии и об этом услышать, потому что, когда вы из первых уст об этом слышите, у вас формируется определенная уверенность в этом продукте и определенное, правильно скажем так, внутреннее состояние, с которым вы об этом продукте говорите. Чтобы вы понимаете, наверное, многие уже слышали, читали различные книги о том, что в переговорах очень важно то, как вы говорите. То есть то, что вы говорите, это важно процентов 10-15, а то, как вы говорите, то есть как, с каким посылом, с каким внутренним состоянием, это 50-60% решает. Поэтому вот иногда лучше не научиться каким-то правильным словам, не научиться правильной какой-то презентации, а иногда лучше получить 100% уверенность в том деле, которые ты делаешь. И потом уже не так важно, как ты доносишь информацию, что ты доносишь. Еще раз, важно, как ты доносишь информацию. Я надеюсь, вы понимаете, о чем мы говорим. То есть внутреннее состояние, оно, в большинстве случаев, является определяющим. Поэтому вот те люди, которые приезжают на мероприятия, особенно на итоге года, когда мы очень готовимся к этому мероприятию, мы продумываем контент, мы очень много думаем вообще над философией, над идеей и так далее. Это очень важно на самом деле, ребята. И когда мы это все подаем в зал, у вас есть возможность вот эту энергию как бы впитать. И это даже работает без вашего участия. Мы не знаем, как это работает, но это работает точно. Вы приезжаете в регион, вы становитесь уже как-то по-другому доносить информацию. Вы, в общем, в бизнесе становитесь другим. И вот эти мероприятия, они как раз-таки на этой направлены. То есть не настолько на то, чтобы вы там услышали какую-то фразу или научились презентовать продукт, сколько вы получили бы энергию. То есть энергию, вот это вдохновение, вот эту внутреннюю уверенность, то, что все хорошо, мы все правильно делаем, правильное направление у нас и так далее. Вот. Поэтому вот на этих итогах мы будем делать презентацию UDS 5.0. То есть мы будем, по сути, передавать вам идеи, философию того, в каком направлении будем работать в ближайшие два года. В ближайшие два года, еще раз, это будут очень, это будут годы очень такого большого расцвета. И это будет, еще знаете как, это будет дополнительная монетизация. Вот, например, сейчас мы там замеряем статистику, как мы продаем рекламу. Каждый месяц оборот рекламы, выручки от рекламы, он растет каждый месяц. То есть все больше и больше денег приходит от рекламы в компанию. Ну и это говорит о том, что все больше и больше денег от рекламы мы выплачиваем в партнерскую сеть, в партнерскую программу. То есть партнеры начинают все больше и больше денег зарабатывать на рекламе, на продвижении компаний внутри платформы. То есть если мы с вами раньше зарабатывали деньги на софте, что значит на софте? То есть мы продавали софт, ну то есть лицензию получали 900 долларов, и потом еще ежемесячно получали абонентскую плату. То есть мы зарабатывали деньги на предоставление софта, то есть программы, то сейчас монетизация будет уходить в сторону вот этих ближайших два года, и мы будем активно над этим работать, она будет уходить в сторону продвижения. То есть, возможно, на каком-то этапе, ну, то есть это точно случится в эти ближайшие два года, мы начнем больше денег зарабатывать на продвижении, чем на софте. И я думаю, что финал вот этих двух лет, до 2023, до 2025, потому что в 2025 мы будем запускать уже шестую генерацию, там будут у нас новые мысли, новые идеи. Но вот эти вот два года, я думаю, что мы точно перейдем, то есть достигнем этой точки, где денег от продвижения приходит больше, чем деньги от софта. И ближайшие два года – это увеличение доходов с продукта. То есть мы очень хорошо работали над развитием продукта эти годы, сейчас вот продукт уже будет работать на нас. Еще раз, мы много будем, то есть UDS 5.0 – это не просто про рекламу. Реклама – это один из, скажем так, элементов вот этого всего видения, вот этой новой парадигмы 5.0. То есть идея 5.0 – это сделать так, чтобы продукт максимально отработал самостоятельно, ну, большое количество действий, чтобы все меньше и меньше предпринимателей был задействован в работе продукта, чтобы продукт в идеале там с одной кнопки разворачивался и закрывал максимальное количество задач для предпринимателя. Вот. И это все говорит про очень большие доходы в будущем. Поэтому очень важно еще раз приехать на это мероприятие, послушать про UDS 5.0, про новую генерацию для того, чтобы вот с этим пониманием потом идти к предпринимателю. И вы знаете, вот когда, вы же понимаете, когда вы в чем-то уверены на 100%, не фанатично, а вот просто у вас есть 100% уверенность, вы с человеком, потенциальным кандидатом, клиентом или партнером разговариваете вообще в полном спокойствии. И с улыбкой на лице, потому что вы понимаете, что, ну, вот за вами 100% право. И вы максимально спокойны. И это очень сильно людей включает, очень сильно люди это покупают. Потому что они видят вашу уверенность. А это, это, наверное, самая сильная, самая мощная валюта на сегодняшний день точно. Уверенность в том, что ты делаешь. Уверенность в будущем. Вот. Хорошо. Идем дальше. Это будет, то есть, это, наверное, самая такая гвоздь программы наших итогов года, 11 февраля. Со всем мероприятием еще раз можно ознакомиться, что он будет на gis.event.com. У нас есть специальный сайт для этого. Вы можете там, на этом сайте, посмотреть. Так. Затем 11-12 февраля у нас будут итоги. Еще раз. Первый день официальный. UDS 5.0. Потом будет карьерная лестница. Потом у нас будет обязательно хедлайнер. Мы с вами весело еще время проведем. Хедлайнеры мы не раскрываем. До конца это будет для вас сюрпризом. То есть, в конце 11-го, в конце дня, 11 февраля, на сцену выйдет звезда шоу-бизнеса. Вы все знаете. Значит, песни их. То есть, это популярный, очень популярный, очень популярный хедлайнер, так скажем. Вот. Значит, затем 12 февраля у нас будет обучение для всех, а 13 февраля у нас пройдет обучение только для VIP-партнеров. То есть, партнеры на пакете VIP встретятся отдельно. Это отдельная тусовка. Потому что это уже отдельное обучение, другое обучение, чем для всех. Почему партнеры VIP собираются отдельно и обучаются отдельно? Потому что это другой, скажем так, это уже другой уровень в компании. Это человек, который для себя уже, скажем так, принял серьезное решение, что он здесь будет работать. И это ребята, которым уже нужна другая совсем информация. Поэтому 12 февраля это обучение для всех, а 13 февраля обучение для партнеров VIP. Затем, после этого мы поедем в лидерские каникулы. У нас будет лидерская поездка. Значит, что нужно для того, что нужно, чтобы попасть, что сделать для того, чтобы попасть в эту лидерскую поездку? Нужно в этом спринте хотя бы одну неделю подтвердить статус регионального менеджера. Закрыть или подтвердить. И у нас есть компенсация от компании. Так как это лидерская поездка, потому что мы с вами соберемся, куда-то поедем. Можно самому поехать, а можно сделать так, чтобы компания компенсировала вам расходы на эту поездку. Значит, и период действия программы у нас от 9 октября до 12 февраля 23 года. То есть 18 недель. В эти 18 недель любые, то есть если вот в этом спринте вы закрываете региональный менеджер, то вы точно попадаете. А если вы вот в этом периоде действия вот этой акции с 9 октября закрываете 2 недели по 40 финансовых циклов регионального менеджера, то компенсация будет 400 условных единиц при условии, что вы поедете на мероприятие. То есть те, кто поехали, у них будут какие-то расходы, и компания компенсирует. Если 3 недели вы закрываете по 40 финансовых циклов, это 600 условных единиц, и потом каждой неделе прибавляется по 200, и если максимальная выплата – это 10 недель по 40 финансовых циклов. То есть еще раз, период действия вот этой акции с 9 октября по 12 февраля – 18 недель. И вот в эти 18 недель, если вы от 2 недель и выше делаете 40 финансовых циклов, то будет компенсация. Значит, точно знаю, что 10 недель по 40 финансовых, 2000 условных единиц – это полностью покроет все расходы, и еще останется денег. Вот. Поэтому можно не просто поехать на лидерскую поездку, а можно еще сделать так, чтобы компания вам компенсировала расходы на эту поездку. Так, и что еще мы с вами… Да, и мы с вами подходим к чемпионам постепенно. Нам нужно отметить ребят, которые активно работали в ноябре. И мы отметим новых партнеров, которые закрыли новые статусы. Значит, и также отметим партнеров, которые активно работали с клиентами и с партнерами. Так, начнем со статусов. Отметим тех, кто закрыл статус менеджера в ноябре. Значит, у нас много чемпионов. На самом деле, ноябрь – очень хороший месяц, хороший оборот, и большое количество людей закрыли новые статусы, поэтому будем долго поздравлять. Идем. Поехали. Поздравляем тех, кто закрыл статус менеджера в ноябре. Ася Тарасова – Якутск, Ирина Кузина – Самара, Мария Чумак – Южно-Сахалинск, Юлия Чепикова – Москва, Екатерина Загребина – Ижевск, Мария Остринская – Южно-Сахалинск, Секлана Мефтахова – Тюмей, Сергей и Евгения Хван – Южно-Сахалинск, Валерий Язынин – город Краснодар, Никита Ходоков – Екатеринбург, Александр Журавков – Самара, Екатерина Шинкарева – Кемерова, Пок Ецой – Южно-Сахалинск, Фет Агеев – Лобня, Светлана Красикова – Кемерова, Руслан Недобоев – город Новочеркасск, Сергей Коринской – Ханты-Мансийск, Ольга Чалова – Ярославль, Кузнецова Наталья Оренбург, Наталья Парфентьева – город Тверь, Карина Маняхина – Севастополь, Анна Христолюбова – Новосибирск, Александр Голубев – Самара, Елена Ли – Южно-Сахалинск, Светлана Ли – Южно-Сахалинск, Владимир Ручкин – Волгоград, Павел Ворбанович – Краснодар, Ирина Кириенко – город Москва, Елена Пасохова – город Калининград, Дмитрий Салтыков – Кемерова, Ольга Попова – Волгоград, Семен Терехов – Якутск, Ирина Киселева – Хабаровск, Ольга Ермолаевна – Тверь, Сергей Терина Журавкова – Самара и Ольга Чалова – город Москва. Это менеджер. Идем дальше. Ключевой менеджер в ноябре – Оксана Жданова – Волгоград и Наталья Панфилова – город Южно-Сахалинск. Идем дальше. Региональный менеджер – все те ребята, которые уже точно едут на лидерскую поездку. Иннобельская – Москва, Мария Остринская – город Южно-Сахалинск, Юн Виктория – Южно-Сахалинск, Владимир Тимофеев – Пермь, Екатерина Косилова – Южно-Сахалинск и Виктория Борзенко – город Барнаул. Я видел, что ряд партнеров в этом месяце в декабре уже закрыли директора, поэтому мы вас вначале поздравим в ноябре со статусом регионального менеджера, и в декабре мы вас обязательно поздравим со статусом директора. Есть ряд партнеров, которых я перечислил, региональный менеджер, они уже в статусе директора, но это было закрыто в декабре. Так, и в ноябре статус директора Надежда Бултунова – город Южно-Сахалинск, Анастасия Столярова – город Южно-Сахалинск, Юлия Милашенко – город Барнаул, Ульяна Егорова – Якутск и Лидия Кондратьева – город Якутск. Поздравляем партнеров, которые закрыли новые статусы. Вот так у нас в ноябре огромное количество партнеров обновили свой статус по карьере. Идем дальше. В следующий список я хотел бы отметить партнеров, которые активно работали в партнерской программе и подключали новых партнеров. То есть это работа на первую линию. Я хочу отметить партнеров, которые в ноябре пригласили от двух партнеров и больше. Значит, мы сейчас будем постоянно делать акцент на два партнера в месяц. Это та норма, которая в принципе очень спокойно, без проблем может держать абсолютно любой партнер. Два новых партнера в месяц. И на этом строится целая система работы. У нас, если мы каждый месяц приглашаем по два новых партнера. Более того, забегая немножко вперед, скажу, что новый бонус, который придет на смену бонуса быстрого старта, он как раз таки будет поощрять эту историю. Два партнера в месяц. Поэтому нам сегодня надо постепенно привыкать к этой истории. Два партнера в месяц. Это абсолютно... И если ты работаешь в течение месяца, то для тебя это вообще не проблема. Минимум два. То есть это то, что мы должны, как партнеры, минимум, который мы должны выполнять. Я хочу отметить ребят, которые пригласили от два партнера и больше. Начинаем. Два партнера в ноябре. Александра Чия, Южно-Сахалинск. Инесса Гончарова, Краснодар. Лариса Черепанова, Наберина Чулны. Павел Кутя, город Ставрополь. Анна Столярова, Санкт-Петербург. Ольга Чалова, Москва. Влада Непомнящих, Кемерово. Владимир Ручкин, Волгоград. Алла Бакарас, Сургут. Юлия Чепикова, Москва. Светлана Мефтахова, Тюмень. Ирина Кириенко, Москва. Анна Христолюбова, Новосибирск. Оксана Жданова, Волгоград. Александр Журавков, Самара. Татьяна Иванова, Рубе. Город. Это, по-моему, не российский город. Анастасия Рахматулина, Ноглики. Это Сахалин. Сандара Павлова, Якутск. Валентина Тюгаева, Кемерова. Виктория Борзенко, Барнаул. Александра Голдов, Самара. Ольга Чалова, Ярославль. Кузнецова Наталья Оренбург. Карина Маняхина, город Севастополь. Мария Остринская, Южно-Сахалинск. Мария Пак и Никифор Никусяров, Якутск. Прокопенко Андрей и Мария Оренбург. Никита Ходоков, Екатеринбург. Фед Агеев, Лобня. И Дмитрий Салтыков, Кемерова. Это партнеры, которые в первую линию пригласили два новых партнера. Идем дальше. Три новых партнера в первую линию в ноябре. Валерий Язынин, Краснодар. Наталья Парфентьева, Тверь. Екатерина Косилова, Южно-Сахалинск. И Надежда Бултунова, город Южно-Сахалинск. Идем дальше. Четыре новых партнера в ноябре. Руслан Недобоев, Новочеркасск. Владимир Тимофеев, город Пермь. Ирина Кузина, город Самара. Ольга Ермолаева, Тверь. Наталья Панфилова, город Южно-Сахалинск. Сергей Коринской, Ханты-Мансийск. Мария Чумак, город Южно-Сахалинск. И у нас есть два чемпиона в этом месяце, в ноябре. Пять новых партнеров в течение месяца. И Нобельская, Москва. И Юн Виктория, город Южно-Сахалинск. Надеюсь, фамилию правильно сказал. Виктория. Поздравляю, ребята. Отличная работа. Отличный результат. И идем дальше. Также нам нужно отметить партнеров, которые активно работали с клиентами. И в течение месяца подключили. Начнем с три и более новых партнеров. Потому что если мы с вами будем считать, кто два и более включил, это очень-очень большой список. Начнем с три и более партнеров. Так, начнем с три партнера. Ой, три клиента. Три клиента в ноябре. Михаил Дементьев, Нягин. Лариса Черепанова, Набережная Челны. Екатерина Косилова, Южно-Сахалинск. Андрей Курков, Армавир. Андрей Куренков, Рязань. Игорь Комаров, Самара. Лилия Кузнецова, Лишкарала. Екатерина Шинкарева, Кемерова. Фед Агеев, Лобня. Владимир Атаманов, Перин. Владимир Атаманов, Перин. Виктория Харченко, Южно-Сахалинск. Клавдия Голубцова, Тверь. Татьяна Игнатьева, Самара. Сурена Хабаркова, Улан-Удэ. Евгения Плескач, Тверь. Олеся Васильева, Чайковский. Юлия Дмитрикова, город Саратов. И Анатолий Болшедонов, город Москва. Идем дальше. Четыре новых клиента в ноябре. У Ларисы Черепановой, Набелиной Челны. Ася Тарасова, Якутск. Алексей Куликовский, Кишинев, Молдавия. Эмилия Галимзянова, Октябрьский. Ольга Засухина, город Тверь. И Денис Рудих. Я надеюсь, правильно, Иркутск. Идем дальше. Пять новых клиентов в ноябре. У Станислава Морозова, Ленинск-Кузнецкий. Игорь Маркин, Тверь. И Евгения Машкова, город Кемерово. Семь новых клиентов у Татьяны Фурсова, Самара. Восемь новых клиентов у Екатерина Володченко, город Тверь. И Максим Моисеев, город Москва. Восемь клиентов. Я абсолютный чемпион. С очень большим отрывом. В ноябре. Данил Голуб. Тринадцать новых клиентов. Данил Голуб, Домодедова. Тринадцать новых клиентов. Данил Позраю. Очень хороший отрыв. От второго места 13 на второе место 8. Вот такие у нас результаты. Такие у нас чемпионы в ноябре. Ноябрь очень хороший месяц. Я думаю, декабрь тоже будет не менее хороший месяц. Более того, бонус быстрого старта. Надо его включить. Надо его еще забрать. Поэтому декабрь, январь тоже будут очень хорошие месяца. И нам еще нужно отметить гонку городов. Потому что одна из номинаций. Две номинации на итогов года. У нас это самый лучший регион по работе с клиентами. И самый лучший регион по работе с партнерами. И мы на сцену пригласим представителей регионов. И их отметим. Поздравим. Вручим кубки. Они кубки повезут себе в город поставят. Будут на него смотреть. И всем хвалиться. Значит, у нас есть гонка городов. В этом спринте, то есть мы смотрим не за ноябрь, а мы смотрим накопительно за весь спринт. И ситуация на сегодняшний день. Смотрим вначале по клиентам. Гонка городов по клиентам. Десятое место город Уван-Удэ. Девятое место город Бишкек. Восьмое Омск. Седьмое Самара. Шестое место Пермь. Пятое Тюмень. Четвертое место Иркутск. И тройка. На третьем месте Санкт-Петербург. На втором месте город Якутск. И на первом месте город Москва. Теперь смотрим гонка по партнерам. По работе с партнерами. По работе с партнерской программой. Десятое место Новосибирск. Девятое место Сургут. Восьмое Волгоград. Седьмое Санкт-Петербург. Шестое место город Омск. Пятое место город Пермь. Четвертое место город Якутск. Третье место город. Иркутск, 4-й Якутск, на 3-м Иркутск, на 2-м месте город Москва и на 1-м месте город Южно-Сахалинск. Я думаю, что вы среди чемпионов, когда я называл города, вы, наверное, очень часто слышали город Южно-Сахалинск, причем в прошлом месяце Южно-Сахалинск обошел Москву и вышел на 1-е место, и мне было интересно, то есть это разовая история или как, и вот хочу сказать, что Южно-Сахалинск, они еще оторвались от Москвы, и Южно-Сахалинск сейчас уверенно лидирует, уверенно на 1-м месте. Посмотрим, у нас еще есть 2 месяца впереди, посмотрим, как у нас все сложится, гонка. Кто там выйдет, у Иркутска очень хорошие показатели, у Москвы очень хорошие показатели, но сейчас пока с отрывом Южно-Сахалинск. Южно-Сахалинск для того, чтобы собрать, нужно еще 2 месяца очень хорошо поработать и закрепить этот результат. В общем, молодцы ребята, Южно-Сахалинск, потрясающий результат по партнерской программе, то есть обошли все крупные города. Так, все, на этом все. Еще раз поздравляю всех чемпионов в ноябре, желаем очень хорошего продуктивного декабря, хороший завершающий месяц, хороший у нас год для компании, в целом для продукта, для нашего партнерского сообщества. Вот, и самый главный сейчас фокус у нас с вами, это итоги года. Ребята, надо сделать так, чтобы у вас как можно больше, я знаю, что вы все полетите, все, кто здесь сейчас на вебинаре, у нас сделали так, чтобы от вас как можно было больше партнеров, потенциальных гостей, потенциальных клиентов, и мы сделаем самую-самую лучшую презентацию компании, которая вообще может быть, и расскажем о том, как мы будем еще развиваться в ближайшие эти 2 года. На этом все, хорошего вам дня.